Приветствую вас. Есть две вещи, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первое это то, что молодой человек хочет, чтобы вы от него зависели. Это правда. Он действительно хочет, чтобы вы от него зависели. Но он хочет, чтобы вы зависели от него на его условиях. То есть мало того, чтобы вы зависели, чтобы вы еще и не оставили своих условий. Так вот, я бы сказал. То есть, чтобы вы не требовали от чего-то от него. То есть, может быть, чтобы он сам, к примеру, определял, сколько денег вам нужно и так далее. Так это выглядит, по крайней мере, со странами. Вот. Естественно, это только лишь мое предположение и не более того. Вот. И второй момент это то, что вы как будто бы сами не уверены в собственных силах. Как будто бы вы сами сомневаетесь в том, что у вас получится. Вот. Как будто бы вы нуждаетесь в поддержке. Причем, вы хотите получить поддержку именно от, что называется, него. То есть, вам нужно именно от него поддержку получить. Не от кого бы то ни было, да. Не от тех людей, которые действительно могут вас поддержать. А от того, кто в силу ряда причин поддержать вас не может. Ну, может быть, нет ресурсов. Может быть, какие-то ценности другие у человека. Вот. Такое, к сожалению, вполне может быть. Вот. То есть, вариантов здесь, как мне кажется, достаточно много вариантов. Но, какой вариант ваш, да. Я вот, честно говоря, сказать это труднят. Скорее всего, это и другое. Я так думал. Скорее всего, это и другое. Но это нужно смотреть. Это нужно смотреть и убеждать в том, что это правда. Например, будете ли вы сами, к примеру, согласны? С тем, что я сейчас говорю. На что вам нужно, на мой взгляд, обратить свое внимание? Пожалуй, на то, как вас задевают. Если задевают, то, что человек, ваш молодой человек, вас, к примеру, не поддерживает. Вот. Как вас задевают, то, что он видит провал, ну, вот, в ваших начинаниях. Как вы, как вы это воспринимаете, если вы это как-то воспринимаете. То, желательно, чтобы вы постарались это выразить. То есть, ну, вот он говорит, что у тебя ничего не получится. Вот он говорит, что там будет у вас обязательно провал. Вот. И, соответственно, что, то есть, и как вы, вот, на это реагируете, как вы, ну, к этому относитесь, как вы это воспринимаете. Вот. И так далее. То есть, мне кажется, вот, что это то, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот. Потому что, ну, можно, конечно, сколько угодно говорить про молодого человека, говорить про то, что он ведет себя неверно. Ну, попытка его понять, то есть, вот, попытка понять его мотивы, ну, тоже, скорее всего, ни к чему не приведет. Потому что он, может быть, и сам не знает, почему это делает. Вот. Ну, зачем, для чего это делает. Вот. А вам, вам, в свою очередь, нужно обратить внимание на себя. Вот. Потому что вы, ваша жизнь, как мне кажется, пробуксовывает. Когда, когда, когда вы ориентируетесь, вот, на другого человека. То есть, нет, нет ничего плохого в том, чтобы смотреть на то, что нравится вашему партнеру, что, чего он хочет и так далее. То есть, ничего плохого, как мне кажется, в этом нет. Вот. Но, здесь получается так, что у человека есть возможность, а, на вас влиять. И вот это уже совсем нехорошо, как мне кажется. Вот. Вот. Вот такой ответ я могу вам дать с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, с точки зрения отношений. Вероятно, вы сами боитесь какого-то успеха, вероятно, вы сами боитесь каких-то результатов, сами боитесь в глубине души оценки или сами не слишком уверены в себе. Вот. Вот. А молодой человек, в свою очередь, не уверен в себе, когда рядом с ним уверен в себе человек. И, получается, собственно, такая вот синергическая, в данном случае, пара у вас. Вот. Такой вот момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это будет началом вашей работы над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Понимаю. Продолжение следует. Продолжение следует.